Награждение победителей Цветущего Кызыла разделили на две части. Сначала в кабинете главы города Дины Аюн вручили поощрительные призы третьи и вторые места. Третье место было за многоквартирным домом номер два по улице Упсенурская. Конкурсная комиссия единогласно решила присудить второе место в номинации «Самый благоустроенный двор» многоквартирному доме номер 26 по улице Калинина. Поощрительные призы вручили всем, у кого не хватило до заветных мест и немного баллов. Но каждый достоин внимания, говорят организаторы. Как и Зинаида Онищенко. Она подавала заявку на лучший цветник-клумбу. Вообще красоту создавать не очень сложно. Это очень много работы, это очень много сил. Утром надо полить, потом это надо все прополоть. Если каждый из нас посадит хотя бы хоть один цветочек где-нибудь на территории нашего города Кызыла, и мы уже будем благоухать в цветах. В номинации «Самая благоустроенная территория муниципального государственного учреждения» второе место у Управления пенсионного фонда России по городу Кызылу. Третье место поделили между собой перинатальный центр Тувы и Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел. В номинации «Самое благоустроенное дошкольное учреждение» второе место занял садик номер 9, а третье – 29-й детский сад. В номинации «Самая благоустроенная территория школы» второе место заняла школа номер 12, третье место за лицеем номер 15. Оранжевые цветы вместе со злаками, что сейчас очень современно. С этой стороны будет вертикальная стенка из декоративной фасоли. Из-за дождя чествование победителей в конкурсе «Цветущий козыл» прошел в здании мэри Козыла. В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» первое место присуждено Красноармейской 144. Эта дворовая территория набрала наибольшие баллы. В номинации «Лучшие по двору» победу одержала Светлана Федорова, проживающая по улице Карбышева, 64. Подъездом образцового содержания признан шестой подъезд дома по улице Упсенурская, 2. Среди образовательных учреждений стали лучшими детский сад номер 30 и гимназия номер 5. Потому что мы хотим, чтобы наш город был чистый, красивый и без бурьяна. Потому что бурьян очень портит красоту нашего города. В этом году мы очистили территорию по улице Московской от кафе «Лето» до «Калинина». Среди высших учебных заведений Тувинский госуниверситет, а именно корпус, расположенный по улице Колхозная, 125, признан самым облагороженным. За лучшее освещение конкурса в средствах массовой информации награждена корреспондент телекомпании «Новый век» Диана Баян-Богус. Что касается подконкурса «Лучший коллектив по борьбе с бурьяном», в этом году нет победителей. Всем, кто участвовал в этом конкурсе, решено было присудить поощрительные призы. Это коллективы гимназий номер 5, школ номер 4 и 12 и молодежного движения «Моя столица». Чинчика Шпакул, Диана Баян-Богус, РС Хавалых, телекомпания «Новый век».